Итак, секреты Форта Индепенденс. Что скрывается за вот этой большой массивной дверью? И каким образом попасть в подвале в следующую дверь, возле которой компьютер стоит заблокированный? Задание называется «Старые пушки». Мы встречаем женщину, Ронни, которая, как она говорит, служила здесь когда-то, еще в старом генерале. И она знает, как пройти в арсенал. Перематываем диалог, это неинтересно. Она нам рассказывает про арсенал, что он расположен за этой стеной. И вот это его дверь. Мы подходим к двери, видим, что ничего мы сделать не можем. И что ее не открыть? Она нам говорит, что можно зайти через подвал, как раз через то место, где мы были раньше. Хорошо. Мы подошли, посмотрели, завалы расчищены, путь открыт. Ну что ж, пошли в подвал. Идем в подвале. Берем по пути осколочные мины, которые здесь есть. Они нам еще понадобятся, да, для обороны замка. И подходим к той двери, которая заблокирована, где стоит робот. Значит, замысл этого квеста робота здесь не должно быть. Он должен быть уничтожен. Вот, поэтому, так как я до этого его взламывал, и он у меня стоит просто так, его необходимо еще раз взломать и поставить на самоуничтожение. Не забываем при этом отойти как можно дальше, чтобы нас не зацепила взрывная волна. После того, как взрыв произошел, идем опять к роботу. Собираем осколки, что после него осталось у нас. И молча ждем. Она сейчас будет вскрывать компьютер. Пароль она знает от этого компьютера. Все сделает сама. Нам необходимо только подождать пару секунд, чтобы это произошло. Вот этот самый пароль, в единстве сила. Дверь открылась, можем заходить. В углу находим труп генерала Мокгана. Берем с него все, что хотим. Выходим из подвала, через открывшуюся дверь. Открываем вот этот огромный железный бакуровочный дверь. Идем дальше. Что мы видим? Мы видим очень даже неплохой наборчик. Три лазерных турели. Несколько лазерных мушкетов. Всевозможные патроны. Как ядерные, так и физические. И самое главное. На одном из столов мы обнаруживаем чертеж артиллерийской пушки. Эта пушка ставится наверху и имеет возможность бить на очень большие расстояния. На маленьких расстояниях она совершенно бесполезна. Ну что ж. Вроде все собрали. Заодно забираем турельки. Переходя в режим конструирования. Сохраняем в мастерской две турельки. Лазерных. А третью можно прям как есть брать с собой и идти ее устанавливать. Я так и сделал. Ставлю ее вот здесь вот с обратной стороны. Вторую поставил. Протянул между ними петало. Ставлю еще один столбик. Опору. Ставлю сюда питание. Ставлю внизу столбик. Соединяю их проводом. Эти два столба. Нижний и верхний. Запитываю все это через выключатель. Благо он здесь уже имелся. Теперь турельки будут включаться через выключатель. Запитываю на основной слой генератор. Включаем. Идем проверяем. Смотрим. Работает. Машут своими головами. Ищут цель. Прекрасно. Вот здесь мы будем устанавливать пушку. Сейчас мы ее выберем. Поставили ее. Как мы захотели. Вот примерно вот так вот. Для ее функционирования обязательно нужен заряжающий человек. Который будет при ней находиться. Находим минитмена, который без дела шляется по двору. Нажимаем Е. Идем к пушке. Нажимаем еще раз Е. Смотрим. Назначен. Все. Ресурс назначен. И идем сдаваться. Тетка говорит, что есть еще одно НО. Надо проверить все это дело. Говорит, что объект вон тот домик. Что я должен включить радио. И он по нему не скажет о том, что он готов к стрельбе. Выбираем дымовую шашку артиллерийскую. Подходим к объекту. Выбираем дымовую шашечку артиллерийскую. Выше. Ага, вот оно. Кидаем. И отходим на безопасное расстояние. Секунд примерно через 8 начинается. Время наводки и выстрела длинное немножко. То есть, если в горячем бою, это никак не получится. Правда, как это применять на практике. Отследить, откуда летят ракеты, бесполезно. Не удалось. Просто снять. Ну и все. Идем к Гарви. И сдаемся ему и говорим, что тетка, как бы, заноза в заднице. И артиллерия теперь у нас работает. Гарли Рад. И говорит, что все прекрасно. Как-то так. Продолжение следует.